Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала. И сегодня мы рассмотрим две монеты Австро-Венгрии номиналом 20 геллеров 1894 и 1916 годов. Начнем с того, что в 1867 году было заключено Австро-Венгерское соглашение и на карте появилось новое государство Австро-Венгрия. 2 августа 1892 года была введена новая денежная единица Австро-Венгрии, Австро-Венгерская крона, состоящая в австрийском варианте из 100 геллеров, а в венгерском из 100 филлеров. У нас на обзоре монета австрийской разновидности. Это монета регулярного выпуска времен правления императора Франца Иосифа I, который правил с 1848 по 1916 годы. Данная монета сделана из никеля, ее диаметр 21 мм, толщина 1,4 мм, гурт рубчатый, вес 4 грамма. Такой тип 20 геллеров чеканился с 1892 по 1914 годы. За этот период максимальный тираж был как раз в 1894 году. 50 млн 116 тысяч минимальный, в 1892 году 1 млн 500 тысяч экземпляров. Сейчас перед нами реверс монеты. Здесь изображена цифра 20 номинал монеты, обрамляет ее по окружности своеобразный узор или орнамент. Вверху помещена императорская корона. Внизу монеты Гочи Канки, 1894. По окружности вдоль канта монеты точечный ободок. Повернем на аверс. Перед нами аверс монеты. Ориентация медальное соотношение между аверсом и реверсом 0 градусов. На аверсе помещен герб Австро-Венгрии. Это коронованный двуглавый черный австрийский орел, который держит в правой лапе серебряный меч с золотым эфесом и золотой скипетр, а в левой лапе золотую державу. На груди у орла помещен щит с тремя гербами и графства Габсбургов, герцогства Побенбергов и герцогства Ладарингия. По окружности монеты вдоль канта точечный ободок. А теперь вторую монету рассмотрим. Сейчас перед нами вторая монета 20 геллеров 1916 года. Это также монета регулярного выпуска, но уже времен правления императора Карла I, который был императором Австро-Венгрии с 1916 по 1918 годы. Данная монета чеканилась три года. В 1916 году тиражом 130 миллионов 770 тысяч, в 1917 127 миллионов 420 тысяч, и в 1918 48 миллионов 985 тысяч. Эта монета уже сделана из железа. Но так как началась Первая мировая война, и уровень жизни упал в 16 раз, также отразилась и на золотом обеспечении. Например, в 1914 году обеспечение было золотом 75%, а в 1918 всего 1%. И это отразилось также и на денежной системе. Монеты стали чеканить из дешевых материалов, например, из железа. Диаметр данной монеты 21,2 миллиметра, толщина 1,25 миллиметра. Гурт рубчатый, вес 3,5 грамма. И перед нами реверс монеты. Здесь также цифра 20, но уже в обрамлении венка из дубовых листьев. Внизу монеты год чеканки 1916. По окружности вдоль канта точечный ободок. Посмотрим аверс. Перед нами аверс монеты. Здесь изображен тот же двуглавый черно-австрийский коронованный орел. Герб Австро-Венгрии, который коронован двумя королевскими коронами, вверху над которыми помещена третья императорская корона с двумя развивающимися концами ленты. Только на груди орла уже помещен то ли другой щит, то ли флаг Австро-Венгрии. По окружности монеты вдоль канта также имеется точечный ободок. Цена данных монет, каждая из них приблизительно около 20 гривен. Все зависит от места покупки и состояния монет. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok